итак дорогие друзья шавуа том всем хорошей недели прекрасной недели начинаем последняя неделя перед роша шана перед новым годом сейчас идет завершение года такая метафора вообще я сейчас понял что вот как последнее время последнее время перед приходом ашеха как-то мудрецы говорили что дай мне бог чтобы я не жил в это время до боялись они жить в это время потому что это как перед расцветом самая большая тьма и сейчас я смотрю что перед началом нового года заканчивается двадцатый год и вчера начали читать слихот последняя неделя слихот и вот многие прямо сидели там люди такие вот израильские такие настоящие строилим да я сейчас в израиле нахожусь и они такие вот это вообще год такой был скорее бы он закончился скорее бы он закончился и действительно в этом году очень было так на мир такая пошла очень серьезная глобальная эпидемия да это эпидемия миллион человек умерли практически миллион человек умерли то есть мир закрылся изменился был тяжелый год реально тяжелый год если так посмотреть оглянуться назад и как известно как известно с говорит нам тракт трактат было проход в талмуде сказано что если и сурим если пришли неприятности для человека страдания и фашвеш бамаасап он должен проверить свои дела проверил если вот должен проверить вот за что пришли вот эти неприятности да то есть так все было хорошо так все было перспективно я помню прошлое роша шана очень была перспективная реальность такая была у меня лично было очень настроение такое хорошее так все все развивалось и но если пришли неприятности надо проверить свои дела проверил говорит талмуд если ты проверил свои дела и не нашел за что пришли неприятности значит что значит мало учил торы мало учил торы вот так вот прям написано то есть мало учил торы поэтому мы будем учить торы больше то есть понятное дело что мы изучаем сейчас тору и это значит что в следующем году в участке вороша шина заканчивается будет только роша шина начинается через вот в неделю меньше даже и значит это значит что будет хороший год мы можно сказать в игре исправили ситуацию в мире потому что у нас получается если посмотреть сколько только фейсбуке часов изучения торы то у нас месяц получается где-то между около 15 тысяч часов торы это просмотр уроков поэтому пожалуйста смотрите уроки торы по два раза смотрите рассылайте уроки торы смотрите несколько уроков торы заходите на сайт в игроком мы его сейчас переделали и он должен очень хорошо начать работать и в заслугу изучения торы будет очень чистый светлый год потому что тора она как свет как ор до свет который сжигает все коронавирусы вирусы микробы бактерии темноту грех все все сжигает тора хорошо а мы дошли до 22 глава мишлей значит 22 глава мы прошлый раз изучили третий четвертый отрывок и значит дошли мы до 5 отрывка 5 отрывок как раз пройдет говорит нам про коронавирус прям конкретно до 5 отрывок говорит так циним пахим бедерах и кэш шомер навшо ирхак мэм значит циним пахим циним 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 не синим циним пахим бедерах и кэш циним это переводят как холод как когда человек зам когда холодно то приходят болезни вирусы разные воспаления там и так далее этот синим называется болезни которые приходят через холод пахим это дословно это слово переводится угли как угли это болезни которые приходят через жар когда очень сильный жар то приходят другие болезни то есть это две крайности одна крайность это холод вторая крайность это жар и они когда приходят они приходят когда человек идет бедерах и кэш когда он идет по пути искривленному то есть как только человек начинает идти по пути искривленному к нему приходят вот эти вот циним и пахим еще и приводят это синим и пахем это как ловушки-ловушки то есть когда человек идет по прямой дороге у него нету никаких ловушек то есть он идет по прямой дороге все хорошо все светло без крайности прямой путь этот путь бескрайности когда он начинает петлять туда зашел сюда зашел то тогда он может упасть в эти ловушки и зацепиться понятно да то есть но и так и Так можно перевести. Есть комментаторы, которые объясняют, что это болезни из-за холода, болезни из-за жара. Есть, которые объясняют, что это ловушки, и там, где человек может споткнуться. Но в любом случае, однозначно, когда человек начинает петлять. И кэш – это когда он начинает идти непрямыми путями. А какие прямые пути? Это путь Торы. Бог сказал, это добро, это зло, бескрайности. Так надо себя вести, так не надо вести. То есть, есть некая система. Теперь Шумер-Навшо, тот, кто сохраняет свою душу. Шумер-Навшо, Ирхак-Меем, он отдалится от обеих крайностей. Это очень важный путь вообще в жизни. Царь Соломон, вот он говорил нам в Каэлите, в Экклезиасте, он говорил нам так, что Аль-Ти-Ец-А-Ди-Кар-Бе. Он говорил, даже не будь ты слишком праведником. Валь-Ти-Тхакэм-Ю-Тэр-Медай. И не будь ты слишком умником. Ла-Мэй-Шамэм. То есть, он говорит, что и оттуда надо отдалиться, и оттуда, от любых крайностей надо отдаляться. Нужно везде стремиться к золотой середине. Золотая середина – это самый вот путь Торы без крайностей. И отдаляться и от сильного холода, и от сильного жара, и от сильных ловушек, и от того, и от того. Выбирать прямой путь, что, в общем-то, мы и собираемся сделать. Сейчас вот. Это кофе. Кофе. Кто не знает, перед тем, как получаешь какое-то удовольствие от мира, от еды и так далее, на каждый вид еды есть специальное благословение. Когда ты говоришь, что благословен ты Всевышний, который и дальше там есть, если ты есть, а дерево говоришь, который сотворил плоды дерева. Когда кофе – это, по слову которого, возникло все. То есть, очень есть на каждый вид еды. Ты постоянно должен сказать Всевышнему за это спасибо и увеличить ту силу, которая производит этот вид благословения, этот вид еды в этот мир. Хорошо. Шестой отрывок. Шестой отрывок нам царь Самон как раз говорит о том, как выйти на прямой путь. И тут очень интересно, это главный, можно сказать, воспитательный отрывок, главный воспитательный отрывок, который есть вообще в Мишле и в притчах. Значит, что отрывок звучит так. Ханех лянаар, ханох лянаар, альпи дарко. Значит, воспитывая подростка по его пути. Гам ти яскин лоя сурмимену. И также, когда он постареет, он с него не сойдет. Значит, здесь вообще полностью в этом отрывке вся педагогика, вся система образования, все есть в этом отрывке, очень прямо сжато, сконцентрировано, выражено. Значит, первое, на что обращают внимание комментаторы, что все-таки идет в начале приказ ханох лянаар, то есть воспитывая подростка. Значит, есть на родителях обязанность воспитать своих детей и приучить их к правильным путям. То есть правильные пути – это те привычки, навыки, которые нужно создать, помочь создать ребенку, рано вставать, работать, выполнять задания, быть миссудар, быть человеком, который упорядоченным, и правильно относиться к деньгам и так далее. То есть это ребенок, он как компьютер без программ, и его наар, само слово наар – подросток, от слова линаэра – это как бы трясти. То есть у подростка, у него вот такая вот калейдоскоп, у него картина мира еще не установленная. Он весь такой разбалансированный, он подросток, он еще меняется, у него меняется мировосприятие. Тут он был ребенком, тут он стал подростком. И у него вся картина мира, она неустойчивая. Нар – это так и называется. А этот возраст до 20 лет называется дильтипешестра. Типешестра – это как возраст глупости, назовем это так. Теперь, первая часть, что родители должны приучить его, подростка, держать его в рамках и приучить его к правильным действиям. И тогда, когда он даже постареет, он не сойдет с этого, потому что те привычки, которые были заложены человеку в детстве, в молодости, они остаются с ним навсегда. Вот у меня, например, я учился в спортинтернате, мы слушали шансон. Так меня вот спроси, там, текст песни «Гоп-стоп», я его расскажу вообще дословно. Или там какая-то песня вообще тех времен, которая вообще мне не нужна. То есть так попалось, что я подростком был в окружении спортсменов. То есть я и оттуда вытащил и плохое вот эти все песни, и хорошее. То есть я не могу дня провести без тренировки. У меня, ну как бы, как не тренироваться? То есть это для меня непонятно. Как может человек провести день и не тренироваться вообще? И как можно ходить в другую обуви, чем в кроссовках? То есть это все потому, что в возрасте наара я оказался в определенных условиях, где меня приучили к определенным действиям. Дальше это уже до старости остается. То есть у меня, я смотрю, старшему брату моему 60 лет уже, он тоже ходит в кроссовках, тоже тренируется каждый день. То есть, а если ты подростка не приучишь к этому, то он не будет, то есть приучить себя уже во взрослом возрасте намного сложнее. Значит, первая часть, еще раз, первая часть воспитания, что если у вас есть дети или подростки, то на вас обязанность, вы должны их приучать конкретно, несмотря на все их какие-то там возмущения в этом возрасте, понятное дело, что их возмущает, что их кто-то воспитывает. Но нужно приучить к правильным действиям, потом будет очень тяжело. Второе, второе, вторая часть здесь в этом отрывке такая воспитательная. Ханох, Ленар, Альпи, Дарко. То есть, не всех одинаково надо воспитывать. У каждого есть свой талант, свой дырых. Альпи, Дарко это его талант, его дырых, по которому человек должен идти. У одного есть талант к одному, у другого есть талант к другому. У одного есть предназначение, например, обучать, а у другого есть предназначение асфальт укладывать. То есть, должен же кто-то укладывать асфальт. Без асфальта никак нельзя. И, значит, Ханох Ленар Альпидарко нужно найти вот этот талант ребенка, юноши этого, да, его в этом таланте нужно воспитать, то есть дать ему правильные установки. Теперь современная психология знает, что есть личностные навыки, да, личностные навыки это, значит, soft skills, они называются, мягкие навыки, они, значит, состоят в целеустремленность, настойчивость, концентрация, фокусировка, обязательность, ответственность и так далее. Это они, эти навыки, они равнозначны для всех людей, то есть все люди должны быть сфокусированы, сконцентрированы, настойчивы, планировать надо и так далее. Теперь, но, но, дальше есть еще то, что называется hard skills в современной терминологии, это профессиональные навыки, то есть человек, у каждого есть к чему-то талант, к чему-то призвание. И вот тут очень важно найти этот талант и с помощью вот этих вот мягких навыков, настойчивость, концентрация, терпение, целеустремленность, обязательность, этот талант превратить как алмаз, превращают в бриллиант. Это точить грани, это все очень такое, очень тонкая, тонкая работа. Значит, вот мы ознакомились с воспитанием и сегодня мы успеем еще выучить еще один отрывок, еще один отрывок мы выучим по поводу, это седьмой отрывок. Седьмой отрывок нам рассказывает, рассказывает о сути, о сути как раньше был устроен мир. Вот тут интересно, что когда мы изучаем Мишлей, когда мы изучаем Мишлей притчи, надо понимать, что это было написано 3000 лет назад, что царь Шломо, он был все-таки царь в Израиле. Было все, кстати, интересно, я недавно это обратил внимание, что было всего лишь три царя в Израиле, которые правили над всем Израилем. Потом, после царя Шломо, уже при его сыне, государство разделилось на два государства, Иуда и Израиль, и уже через несколько поколений Израиль 10 колен были куда-то изгнаны, то есть были захвачены. Они отошли от Торы, и когда они отошли от Торы, то снялась с них защита, и они были изгнаны, куда-то они исчезли. И Сан-Кирив их угнал куда-то, и до сих пор нет следа над вот этими вот 10 коленами. А Иуда государство осталось. Так вот, царь Шломо был царем, первый царь был царь Шауль над всем народом Израиля, потом был царь Давид, и потом был царь Шломо. Он построил первый Иерусалимский храм, и когда он уже умер, в этот момент его сын Рихавам унаследовал за ним, и пришли, значит, пришли представители 10 колен и сказали, что мы хотим, чтобы снизили нам налоги и так далее. Рихавам отказался, они отделились. Гражданская война не началась, но разделились на два государства. Теперь говорит царь Шломо, как было устроено общество того времени. Бедные люди были очень бесправные, то есть бедные люди были дико бесправные. Было такое понятие, как рабство, причем рабство было повсеместно распространено, то есть это было, представляете, как это было вообще во всем мире, и рабы это были, они абсолютно были бесправные. Мы сейчас не понимаем, как это так вообще, раб, его купили, продали, убили, там еще что-то с ним сделали, да? Это страшно, но люди жили в такой реальности. Значит, говорит царь Самон, седьмой отрывок, он говорит следующую вещь. Ашир Бераш Имшоль, что богатый над бедным будет властвовать. То есть это было тогда, это было потом, это есть сейчас, что тот, у кого есть богатство, он властвует над тем, у кого нет. И поэтому люди стремятся к деньгам, люди стремятся к деньгам, как бы постоянно, вот если посмотреть, двигает что людьми, то деньги, деньги. Сейчас большинство людей же страдают не из-за короны, а из-за экономического кризиса, который она вызвала. И, то есть корона, по большому счету, переболела в мире 27 миллионов человек, это те, которые больны. И один миллион умерли, из там 8-9 миллиардов сейчас в мире живут людей. А пострадало, пострадало фактически, там миллиарды людей пострадали, потеряли работу и так далее. Теперь смотрите, Ашир Берашимшоль, говорит царь Соломон, что богатый будет властвовать над бедным. Ве эвет лве ле иш малве. И рабом станет тот, кто занимает человеку, который дает деньги в долг. В современном мире это все не так ярко выражено, конечно, но если посмотреть на где-то большинство людей, то человек начинает работать. Я говорю, например, про Израиль, про Россию, то же самое. Он начинает работать, он покупает квартиру, берет ипотечную суду. Когда он берет ипотечную суду, то в этот момент он на 20 лет становится должником. И эта ипотечная суда, она под проценты, все время растет этот процент. Это то, что царь Соломон 3000 лет назад еще говорил. И тот, кто взял эту ипотечную суду, а у него уже дети, он работает, у него есть помесячная зарплата, которая хватает именно выплатить вот эту ипотечную суду, остается на покушать и один раз в год съездить отдохнуть. Так живет большинство людей в мире. И получается, что ашер барашем шоль, говорит царь Соломон, богатый будет властвовать над бедным, и рабом становится тот, кто занимает деньги для человека, который дает в долг. Но тут интересно, интересно, дальнейшее, то есть идут же, два отрывка идут рядом вместе. И вот следующий отрывок, он говорит, а что же дальше, к чему это приводит. Представьте, как он видел суть вообще всех процессов в мире. Смотрите. Восьмой отрывок, он говорит так. Значит, сеющий, зорея авла, это сеющий, ну, авла это как несправедливость, неправду, он пожнет беду, икцор авен, то есть у него будет потом беда. И шевет эврато, то есть та палка, тот бит жестокости, которым он бьет, он на него же вернется и на него же вернется. Теперь что получается? Что периодически на протяжении всей истории человечества возникали бунты и возникали вот та верхушка, которая была правящая верхушка, которая властвовала над, жестоко властвовала над народом, народ ее сметает. Мы это видели на протяжении всей истории, там, царствий и династий. Царей этих резали, как вообще, в каждое второе поколение царя на тебе срезали, все, нету. Потом, значит, вот эти вот бунты, там, капиталисты и так далее. То есть каждое второе поколение бунт, 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 и те, которые, казалось бы, они сидят наверху и они властвуют. Вот сейчас то, что мы видим в Беларуси, например, да, то есть мы видим народ жиж, и он начинает это все раскачивать, раскачивать, раскачивать. Тоже мы видели, как в Украине это было, когда профессор Янукович, я сейчас писал одну статью недавно, и просто гуглил, почему выгодно написать книгу. Так было написано, что Янукович в каком-то там 2010 году в налоговой декларации он внес 2 миллиона долларов, ему заплатили гонорар за его книгу. То есть он как бы, ну, просто официально он зарабатывал, это же не зарабатывал, он брал деньги от государства себе, чтобы он писатель, Янукович писатель, 2 миллиона долларов, это у него была налоговая декларация за гонорар, за его книгу, вот так. То есть они властвуют, они захватывают народ. И была шутка такая в Украине, что, значит, он выступал, Янукович, и говорит, в Украине много обездоленных. Много обездоленных, да, действительно, народ живет тяжело. Много обездоленных, то есть обездоленные это те, у кого, что у них в бизнесе нет, говорит, моей доли, так они обездоленные. То есть все должны мне платить, и говорил Янукович. И, значит, у всех забирал долю, а кто не отдавал долю, он у них забирал бизнес. Но потом все возвращается. Здесь еще раз мы видим, что сеющий неправду пожнет беду, восьмой отрывок, и бич жестокости, он исчезает. Потому что если ты давишь, 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 потом оно все возвращается. Вот мы сегодня узнали очень много полезных законов, как работает, как устроен мир. Это как раз и история. Теперь каждый должен для себя подумать, у каждого есть разные периоды в жизни, у каждого есть разные ситуации в жизни. Но фактом является то, что как ты не можешь нарушить законы всемирного тяготения, которые Бог установил. То есть ты не можешь. Есть законы сохранения энергии, всемирного тяготения, таблица Менделеева. Это все Бог установил некий структуру мироздания, и она вот такая, какая есть. Точно так же Бог установил духовные законы мироздания, которые ничем не отличаются от законов физики, химии и так далее. Получается, что вот мы сейчас изучаем эти законы, и каждый на себя может посмотреть, нарушает он их, не нарушает, где нарушает. И все неприятности, которые приходят, это следствие того, что человек нарушает духовные законы. И отдача, она так же неизбежна, как когда в Ливане поджигают эту селитру, она взрывается. То есть точно так же духовные законы, если ты делаешь неправильные вещи регулярно, то отдача приходит. Сейчас самое время, осталась последняя неделя, передрошешь она. Самое время лягзорбы тшувайта, называется вернуться к раскаянию, пересмотреть свои пути, понять, осознать, где ты ошибался, где ты действовал неправильно. И когда ты это поймешь, осознаешь, где ты ошибался, где ты действовал неправильно, взять на себя тшувайта, когда ты осознал, вернулся как бы к исходной точке и принял решение действовать правильно. В этот момент в Рошашина два дня проходит день суда, то есть как бы рентгеном таким просвечивается голова, душа и сердце каждого, просвечивает такой луч и идет слепок, как судьба будущего года. Я всем желаю, желаю тктивавы, хотима от того, чтобы тебя записали и запечатали, то есть когда этот будет рентгеновский снимок того, кто ты, что ты думаешь, куда ты двигаешься, по каким законам ты живешь, то есть вот этот рентгеновский снимок есть установленное пожелание, чтобы было актива, чтобы оно записалось на небе, этот печаток и запечаталось печатью, то вас, чтобы это было для добра. Поэтому у нас есть время у всех в неделю для взор быть шува, пересмотреть свои пути и удостоиться у Всевышнего следующего хорошего года, личного и общественного, потому что когда дано разрешение ангела уничтожить или уничтожать, то он не разбирает между праведником и злодеем, и мы видим, что вот сейчас пострадали все. Я помню сейчас еще короткая такая деталь. Сейчас Израиль закрывают на этой неделе, полностью там на две недели, жесткий карантин, опять не летают самолеты, ничего не летают. И это как раз происходит перед праздником Рошашана. В предыдущий раз это произошло перед Песахом. То есть был на Песах страна закрыта полностью, вот полностью. Сейчас на Рошашана страна закрыта полностью. По закону на празднике нельзя ездить, это как Шаббат. И Рошашана как Шаббат, и Песах как Шаббат. Нельзя ездить, нельзя двигаться, нельзя все. Если большая часть страны нарушает, то потом приходит наказание на всех, вот это вот закрытие. И я помню, я был здесь в Израиле на телевидении, и был один такой хиланимный человек, и он говорит, вот почему не пускают религиозные, там протестуют против того, чтобы в Шаббат ездили на машинах. Я говорю, да потому что потом все же будут страдать, никто вообще ездить не будет. То есть одни ездят на машинах, чтобы получить удовольствие в Шаббат, а потом вся страна закрывается. И вот мы видим второй раз. То есть поймут это, увидят ли люди, что именно грехи вызывают потом раздачу. Эта раздача неизбежна. Как была раздача с Дома Амора, как была раздача, все злодеи, они уничтожаются. И когда человек это поймет, и народ это поймет, и люди это поймут, возможно, перестанут грешить, и в мире будет все хорошо. Чего всем нам желаю. Все, всем удачи, успехов, хорошей недели, хорошего года. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok